Украинская певица Оля Полякова рассказала, что в начале полномасштабного российского вторжения уговаривала маму переехать из России в Украину. Она переживала, что власти РФ могут попытаться надавить на нее через маму. «Вы же помните, какую деятельность я вела в соцсетях? Мне было очень страшно за нее, но я все равно продолжала это делать. Я говорила, мама, ты у меня там как заложник, я боюсь за тебя, потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот. Если ты там находишься, я постоянно думала, как они захотят нажать на меня из-за нее», – рассказала певица в интервью Рамине Эсхакзай. Певица призналась, что ее мама не рассталась с россиянином. По ее словам, он осуждает преступный режим Кремля, однако после того, как ее мама вернулась в Украину, они могут видеться только на выезде. «Для нее это трагическая история, потому что пришлось разлучиться, и они не могут видеться где-то на выезде». «Он нормальный, он все понимает, он, конечно, против путинского режима», – рассказала певица. Напомним ранее, Полякова ответила, почему долго не переходила на украинский. Рамина припомнила Поляковой тот языковой скандал, когда она, ее коллега Ефросинина, говорили, что не могут свободно выражать свои мысли на украинском языке. «Я была готова к этому вопросу. Я знаю, что многих это возмутило. Мы записывали это в конце марта 2022 года. Тогда мы еще не поняли, что это уже очень важно. Мы были за границей. Если бы мы были здесь...» «То есть ли честно, в Киеве многие продолжают говорить на русском по сей день. Многие русскоязычные люди на фронте. Мы это все знаем», – сказала Полякова. Сейчас она считает ошибкой то, что после начала полномасштабной войны она продолжила говорить на русском и не спешила переходить на государственный язык. Сегодня певица и вся ее семья решили перейти на украинский. Более всего, артистку поражают успехи ее младшей дочери Алисы, которая резко отказалась от русского.